Приветствую, друзья! В Курской области происходит масштабная гуманитарная катастрофа. Я спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут себе, медали вешают. Люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Тысячи людей оказались без домов, без одежды, без денег, лекарств, без детского питания, наконец. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Бежали среди руин. Многие без документов. Мы остались детьми, без крова, без выплос, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью встать. Эти люди просят, умоляют о помощи. Конечно, под воздействием пропаганды и в силу политического безразличия они просят помощи у того, кто является причиной их бед. Все хуже. Помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Там все раскивают. Конечно, многим из этих людей, скорее всего, было наплевать на такие же страдания украинцев. Более того, часть из них даже поддерживала СВО. Но сейчас это просто страдающие люди, это наши сограждане. Они имеют право на помощь от государства, того самого, которое довело этих людей до критической ситуации. И что же государство? У государства есть деньги на войну, на вербовку наемников, на спортивные мероприятия, праздники, международные саммиты. Нет денег только на людей. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены. 10 тысяч рублей? Серьезно. Люди потеряли кровь, имущество, работу. Они были вынуждены бежать из своих домов, полагаясь только на свои силы, потому что эвакуацию из зоны боевых действий никто не обеспечил. Эти люди, по вине затеявшего войну Путина, потеряли вообще все. И что он им предлагает? Деньги на два похода в магазин? 100 евро в качестве компенсации всей жизни? Я, конечно, понимаю, что для обладателя 20 дворцов, 7 супер-ях, ценность денег немножко подзабылась. Для Путина что 10 тысяч, что 10 миллионов? Это одинаковые копейки в плане личных трат. Но кто-то же должен тут подсказать. Позже в правительстве РЭП выступили с разъяснением, что на самом деле сумма единовременной материальной помощи составляет аж 25 тысяч рублей. Из них 10 тысяч от президента и 15 тысяч в рамках режима чрезвычайной ситуации. Мне кажется, что люди, лишившиеся буквально всего, тем более с детьми или престарелыми родственниками, нуждаются в большем. Например, в выплатах 25 тысяч рублей не единовременно, а хотя бы еженедельно. Но им этого не дадут. Более того, есть ощущение, что даже разовые выплаты получат далеко не все. Вот посмотрите, простая математика. В РИО губернатор Курской области Смирнов говорит, что из зоны боев эвакуировано 121 тысяча человек, а всего эвакуации подлежат 180 тысяч. Итого это 180 тысяч человек. В РИО выехал на сегодня и эвакуировано 121 тысяча. 59 тысяч работа продолжается. Правительство выделяет на единовременные выплаты 600 миллионов рублей. Делим 600 миллионов рублей на 180 тысяч человек и получаем 3333 рубля на человека. Что-то не сходится? Ну, хорошо. До этого в правительстве выделяли еще 220 миллионов рублей на выплаты. И 1,8 миллиарда рублей на жилищные сертификаты для тех, кто потерял жилье. Складываем 600, 220, получаем 820. И все равно это 4,5 тысячи рублей на человека, а не 25 тысяч. А 1,8 миллиарда рублей при средней стоимости квартиры в Курске 2,5 миллиона хватит на 720 человек. Я понимаю, вероятно, не все 180 тысяч беженцев лишились жилья и ценов приграничных районов Курской области наверняка ниже. Но все же еще 7 августа заявки на переселение поступили от 2,5 тысяч семей на сумму 11 миллиардов рублей. Сейчас таких заявок наверняка кратно больше, а выделили меньше 2 миллиарда. Чрезвычайная ситуация федерального характера предусматривает и другие выплаты. 75 тысяч рублей за частичную утрату, 150 тысяч за полную утрату имущества. Это хоть что-то. Хотя мне трудно представить себе даже человека со скромными заработками из региона вроде Курской области, у которого все имущество оценивается всего лишь 150 тысяч рублей. Эту сумму должны были хотя бы на порядок увеличить. Но и с этими деньгами я уже предвижу проблему. Наверняка получение этих денег обставит безумными бюрократическими условиями, что мы уже видели в Голгородской области, вплоть до судов по этому поводу, которые удивительным образом отказывали жителям даже в этих копеечных компенсациях. Идем дальше. ЦБРФ разрешил беженцам из Курской области подавать заявление на рассрочку по кредитам на срок до 6 месяцев. Опять же, ни списание долгов, ни отмена процентов, ни какой-то адекватный по срокам мораторий по платежам. Нет. А срочка всего на 6 месяцев. И через 6 месяцев что случится с людьми, которые из-за Путина потеряли все? Да про них просто забудут. А про долги нет. Почему так происходит? Почему путинское государство так легко кидает своих граждан? Например, на содержание беженца из сектора газа правительство России выделяет средства из расчета приблизительно 1500 рублей в день на человека. Причем этих самых беженцев в Россию прибыло около 1000 человек. А на беженца в Курской области 4500, но не в день, а единоразово. За последние годы Россия получила рекордные доходы от экспорта нефти, от нефтепродуктов и газа, которые, я напоминаю, принадлежат и жителям в Курской области тоже. Доходы бюджета огромные. Ну тогда почему действительно пострадавшим жителям находятся лишь какие-то жалкие гроши? Да потому что люди для этой власти не важны. И если эти люди не идут завтра на фронт умирать на бессмысленной войне, то выделенные на них деньги – это в терминологии Путина «лишние деньги». Да, у нас доходы бюджета возрастают, дефицит минимальный, не нефтегазовые доходы хорошо себя показывают. Но лишних денег нет. Если на людей это лишние деньги, то на что не лишние? На что Путин легко и с удовольствием тратит бюджетные миллиарды? Ну вот, например, он очень любит выставку «Россия». Всю эту выставку сделали лишь для украшения путинской президентской кампании. Причем выборы президента выборами не являлись. Путин просто остался на новый срок. Избирателей убеждать не надо было. Результат был нарисован до голосования. И все равно на сопровождение этой клоунады было потрачено по самым скромным подсчетам 5 миллиардов рублей больше, чем на выплаты жителям Курской области. А еще Путин очень любит разного рода международные мероприятия. Из-за санкций его мало куда пускают. Поэтому, когда предоставляется шанс провести мероприятие самому, он вообще не мелочится. На саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани потратят 9,5 миллиардов рублей. Это не лишние деньги, как вы понимаете. Это все-таки мероприятие, где аж сам Путин будет. Поэтому потратить на подготовку к саммиту вдвое больше, чем на Курск – да запросто. Дальше. На настоящую Олимпиаду Россия из-за Путина больше не приглашает. Поэтому он очень хотел бы сделать свою Олимпиаду и придумал проект всемирных игр дружбы. Призовой фонд игр должен составить 4,6 миллиарда рублей. Эти игры планировалось провести в конце 2024 года, но недавно их перенесли на 2025. Как вы думаете, отменит ли Путин игры совсем? Направит ли он освободившиеся средства призового фонда на помощь беженцам из Курской области? Сомневаюсь. Для Путина беженцы никаких медалей не выиграли, а значит, призовых не заслужили. Но главное, на что у Путина всегда есть деньги – это на войну. Только на выплаты зарплаты и на гробовые военнослужащим тратится около 3 триллионов в год. А общие затраты на ведение боевых действий – порядка 10 триллионов в год. Еще триллион рублей в год уходит на аннексированные украинские территории. Треть всего российского бюджета тратится на бессмысленную и несправедливую войну, на убийство людей и разрушение городов. Эти расходы для Путина как бы не лишние. Понятно, что при таких расходах не хватает денег, например, на медицину. Половина врачей в России жалуется, что их зарплат не хватает даже на базовые потребности. Не хватает также на демографию. Материнский капитал сократили на 130 миллиардов рублей, при том, что в России кризис рождаемости. И, конечно, не хватает на беженцев в Искурской области. Все, что не работает на войну, на имидж Путина или на его развлечения – это лишние деньги. Лишние деньги и лишние для него люди. То, что сейчас происходит с жителями Курской области – это модель последствий войны. Модель, которая, к сожалению, ждет всю нашу страну. Путин развязал бессмысленную, нужную только ему войну. А вот цену за эту войну он переложил на всех россиян. Кто-то, как беженцы в Курской области, платит эту цену уже сейчас. Кому-то придется заплатить чуть позже. Счастливо вам. Ситуация в Курске показала – простые россияне лишние для режима Путина. Ну так и Путин должен стать лишним для россиян.